Палеонтологические летописи достаточно рано, начиная с границы Киберлистского и Ордовского периода примерно, почему-то было еще глубоко в XIX веке открыто, то есть дальше, так сказать, вот там рыбы, лягушки, динозавры и так далее, сразу две ящери, о чем мы говорили дальше, это более или менее, хотя бы штрихами было набросано уже в 19-м вене, в интерпретации фактически, вот, а вот ранние летопы терялись совершенно, более того, вот, как мы помним во времена Дарвина, в момент Кембрийского взрыва были известны, внезапно появлялись почти все типы, как считалось, почти все типы животного царства, крови Кордовы известны не были, даже в момент Кембрийского взрыва, что делало, так сказать, какой-то такой загадочный вещь, роющийся в песке на мелководье, такая морская штучка, невзрачная, мало кому интересная, а в родстве все это добро, ну, как Хордовы, состоимы с такими полухордовыми, да, это оболочники, то есть взрослая стадия которых составляет, у нас такое очень странное данное родство, да, действительно, взрослая стадия представляет собой такой мешок, хитрый двуслойный, так сказать, с фильтрационной сеткой внутри, и вот у которого есть расселительные личинки, ну, есть расселительные личинки, как обычно у сидячих организмов, которые вот имеют некую такую такую странную внутреннюю структуру, которая вот действительно позволяет их сближать вот с этой самой Хордовой ланцетничкой. За последнее время, значит, что у нас, когда у нас добавилась положительная информация, ну, во-первых, в Кембрии благополучно нашли полухордовых родственников ланцетника, как и следовало ожидать, они обнаружились ровно там же, где и все прочие типы животного царства. Ничем они особо в этом смысле не уникальны. Ну, там, в самом раннем Кембрии их пока не нашли, но в среднем Кембрии, Китае, вот ланцетники вполне себе, вполне себе найдены. Во-вторых, более или менее стало понятно и с самыми разными. Ну, по крайней мере, кое-что прояснилось. То есть, действительно, лет три года назад, как раз-таки у нас на Белом море, в венских отложениях, вот среди прочей, хотя бы всякой идиокарской фауны, было найдено очень такое странное существо. Действительно, таких существ несколько раз находили в Бенде. Какие-то мешкообразные странные создания, ернемия такая была, даже было не очень понятно. То есть, они не относятся к классической идиокарской фауне, про которую мы говорили. То есть, вот эти самые, то ли, так сказать, вот там, надувные матрасы, то ли корзиночки для яиц, которые, видимо, были, так сказать, осмотровными организмами, лежали на дне, увеличивая поверхность тела, сохраняя фиксированный объем. Но, а это какие-то мешки не очень понятного состава, что они делали, фильтровали. Ну, в общем, были быки, некие загадочные существа. И на что обращали внимание, но что-то, в общем, пытались игнорировать. Пытались их связать, действительно, с нынешними оболочниками. Аргументом тут было то, что каменный наполнитель, из которого выполнены вот эти мешкообразные структуры, и, действительно, обогащен ванадием. Геохимики нашли сильную ванадиевую аномалию на этих местах. А оболочники — это уникальный случай, насколько, по крайней мере, сейчас известно. Мы знаем, что дыхательные пигменты разных групп животных строятся, там обязательно должен присутствовать металл. Ну, вот мы, у нас гемоглобин, в гемоглобине у нас что работает? Железо. В гемоглобине работает железо. Вот в дыхательном пигменте моллюсков, гемоциани, может кто-то знает, так сказать? Медь. Да, гемоциани — медь. Есть, так сказать, у некоторых червей — цинк. То есть, вот варианты, какой из металлов использовать на этом месте. Там есть несколько вариантов. У оболочников, вот этих самых архаичных, древних, не вполне понятных родственников хордовых, у них в качестве такого металла используется ванатик. Редкая штука. Кроме них, ну, насколько, вот, насколько сейчас известно, кроме ванатик, кроме них не используют. И вот как раз у этих самых мешков бетембрийских, вот у них как раз ванатик, вот эти самые каменные матрицы, он был всегда обогащен ванатиком. И все, вот, очень радовались, когда мы говорили, вот какие-то, наверное, это были какие-то приемные оболочники. Но доводы, так сказать, вот, довод косвенный, и из этого не очень понятный. И вот, наконец-то, наконец-то, один существо, явно, так сказать, вот из этой кампании, с очень хорошо сохранившейся внутренней структурой. И в этой внутренней структуре, по крайней мере, обнаруживается вот та самая сетка, которая, сетка из каналов, которая имеется и у современных оболочников. То есть вот это существо теперь описано с достаточной уверенностью в составе оболочников. И на этом месте, так сказать, вот картинка становится более или менее понятной. То есть, по крайней мере, картинка становится логичной, что да, действительно, действительно оболочники, что действительно, вот группы родственников современным оболочникам появляются очень рано. То есть они появляются в таким время, когда нет еще представителей других современных типов. Видимо, это действительно вот что-то родственным оболочником. Здесь все сходится, уже вроде бы и мульфология, и химия. На это дело начинаю показывать. У них действительно имеются, как и положено, у них имеются расселительные личинки. Вот эти. И дальше из этой расселительной личинки довольно неплохо выводятся полуформовые, да, ланцетники. Ну, ланцетники в широком смысле, да, которых мы потом в кембре отлавливаем. А что мы в кембре их отлавливаем достаточно поздно, но это не удивительно, что это существа все-таки очень мягкие, и без настоящего скелета. И тут нужна просто действительно очень хитрая комбинация условий захоронения, которые вот в этом самом китайском, кембрейском захоронении, вот они как раз и были. Там действительно найдена целая куча всяких мягких животных без настоящего скелета. Ну, так просто повезло. Других таких местонахождений просто не знали. Вот. Таким образом, картинка, вроде бы, становится достаточно логичной. Более того, может быть, вы вспомните, мы когда говорили о представителе идиокарской фауны, там среди всяких странностей, которые отличали вот этих глинотобионов от прочих нормальных фалерозойских типов животных, я не помню, может быть, я даже и не упомяну, у них имеется совершенно специфический тип симметрии, называется симметрия скользящего отражения. То есть, если вы представляете вот застегнутую молнию или там протектор елочка автомобильный, да, вот две половинки вроде как похожие, но они смещены на пол шага относительно друг друга, да, то есть, двусторонняя симметрия со смещением, скажем так, симметрия скользящего отражения. Значит, для современных животных она абсолютно не характерна. То есть, более того, когда обращали внимание на то, что все так называемые двусторонние симметричные, да, вроде как белатеральные представители изиакарской фауны, что все они, вот у них, вот у всех получается вот эта самая застегнутая молния, елочка и прочее. Это долго-долго пытались списывать на нарушения при захоронении, да, но пока наконец-то, вот там Иван Александрович Федоркин, главный сейчас, наверное, раной специалист, так сказать, этим самым глинотской фауне обратил внимание, ребят, ну, 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 уже же сотни, так сказать, их же уже сотни этих экземпляров, тысячи их, как пишут в интернете, и у всех, так сказать, вот такое единообразное нарушение. Ну, наверное, так сказать, все-таки дело-то не нарушение. Да, действительно это некий отдельный тип симметрии. Дальше начали, так сказать, начали соображать, а нет ли у кого-нибудь такого типа симметрии, да, вспомнили, что действительно есть один уникальный случай, грубо говоря, на все современное животное царство, такая симметрия действительно есть, вы будете смеяться, она есть у ланцетника. Вот расположение миомеров и миосепт, да, как раз, вот в структуре ланцетника, там как раз вот такой странный, там как раз такой странный тип симметрии, вот ни на что не похожий, и, ну, как будто это был, отмечался, как такой вот забавный факт, который, где-то, керутитная биология, так сказать, следует узнать, там, для программы «Что, где, когда», это не на что влияет на самом деле. А вот теперь, как раз, это довольно хорошо списывается в эту самую общую картину, что, действительно, вот всякие прочие группы, как мы с вами говорили, в процессе кембрийского взрыва, вероятно, происходят от всяких представителей микрозоопланктона, которого мы пока не видим. А мы с вами, вот как представители хородов, мы с вами ведем свой род от вот до кембрийских, да, от до кембрийских организмов, вот с вполне прослеженным. Вот теперь, так сказать, вот возникает, действительно, возникает, ну, довольно, такая, непопытная картинка, что мы с вами, как представители хородовых, действительно представляем собой такую аристократическую ветвь животного царства, что мы ведем, мы происходим непосредственно от венц организма, вот, чем, на самом деле, кроме нас, вот, никто, вроде, из современных типов похвастается, и никто из других типов животного царства похвастаться не может. У них, все-таки, там всякие, они более молодые ветви, а мы с вами, вот, как раз, такая самая, что есть аристократия животного царства. Как бы то ни было, у нас с этим этапом стало более, ну, более или менее, некоторая ясность возникла, но концы более или менее сошлись с концами, и, как уже было сказано, на границе Кембре и Ордовика появляются первые, уже не бесчерепные, которым принадлежит ланцепик, а появляются уже первые настоящие позвоночники, величайки, это бесчерепные, то есть родственники миног и пикси, современных. А, значит, что отличает миногу от рыбы? Рыбы. Вроде, так сказать, такое рыбообразное существо, но, на самом деле, это совсем не рыба. Вот. Да. Ну, у нее нет, вот, у нее есть и кишечная полость, и только первичный рот. Да нет, на этом уровне там уже все нормально. Это уже, собственно говоря, бороды. У вас в теле ланцетника, в теле ланцетника, у вас есть три такие опорные структуры, да? Что у вас есть? Хорда. У вас есть хорда, да? Относительно хорда есть. Что еще есть? Пишечная. Пишечная, да? То есть пишечная трубка, да? А в ту сторону от хорда чего у нас? Нервная трубка, да? Нервная трубка, которая, на самом деле, тоже трубка. Нервная система, да? Нервная система. Вот это, естественно, ребят. Эта трубка, еще раз, на всякий случай, не забываем, наша нервная система представляет свою трубку. Просто головной, и головной конец ее несколько расширен. Головному мозгу, да? А эта штука соответствует спинному, нашему спинному мозгу. Вот эта вот внутренняя полость, она чему соответствует у нас? Давайте, давайте. Вам что-то рассказывали про анатомию человека? Серое вещество? Не, не, не. Это серое белое вещество, это будет вот здесь. Это в спинному мозгу у вас, да? Что, в любом случае, это трубочная, трубочная структура. А вот это вот, что такое? Желудочки мозга, да? И дальше, так сказать, мы видим, что это все, что структура дальше сохраняется и только, так сказать, вот, только, так сказать, апгрейдится все ее компания. И, соответственно, передняя часть кишечника, передняя часть кишечника. Как лансейки дышат? Жабрами. Ну да, жабрами. А какой вид имеют эти жабры? Щели. Щели, да. Щель идет откуда-куда? Из внешней и внутренней. Ну, в общем, да, в общем, конечно, исчерпывающий ответ, но внешнюю ладно, а во внутреннюю куда идет? Кишечник. А? Кишечник, правильно? По сути, дело в кишечнике, да. Что? На кишечный трубке у вас возникают насечки. Кишечный трубок, понятно, открытый спереди. Это у вас должно быть ротовое отверстие. А сбоку она проводена дырками, да? Вот ток воды. Вода заходит, в общем случае, в рот и обратно выходит через эти саморезы. И здесь, знаете, что-то можно это обращивать всякими там нежными репестками, в которых у вас происходит водонет. Отлично. И у вас имеется гибкая, гибкая, упругая хорда, которая, задача хорда какая у вас? Скелет. А? Ну, скелет, да. Да, это скелет. Да, это скелет. Вот что он делает, да? Что, что? Да нет, в общем, опирается там, там есть мышечная ткань. Мышечная ткань, как уже сказано, она армирована вот этими самыми миосептами. Ну, тоже некие коллагеновые структуры. Вот как работает сама по себе? Сгибается, да. Сгибается и разгибается. Сгибается совершенно правильно. Он используется для локомоции, да? Что он, вот мы помним, да, что мышца может только сокращаться. Для того, чтобы у нас тело, для того, чтобы у нас волнообразное движение возникало, мышцы надо сокращать то с одного, то с другого боку. Что делает вот эта центральная трубка? Она аккумулирует, она аккумулирует энергию вот этого самого сокращения, да, запасает. Деформированная, да, деформированная вот эта хрящевая, хрящевой стержень, он аккумулирует энергию сгиба, а потом, когда отпускается, он ее отбрасывает, да? То есть у вас нет нужды на этом месте. Потому что иначе для волнообразного движения вам нужно напрягать одни мышцы, да? То есть вы напрягаете мышцы одного края, вот тело загнулось вот в этом месте. И дальше вы можете только расслабить мышцы ничего другого. И для того, чтобы перевести в такое положение, вам нужно сначала затратить работу на то, чтобы ее вернуть в исходное положение, выпрямить, да? Вы тратите, вы бесполезно тратите на это энергию. Вроде бы мелочь, но из этой мелочи потом нагорает вообще дикое количество. Так вот, трубка позволяет от этого избавиться. То есть мышца гнет, да, гнет тело в нужном направлении, а в исходное положение она возвращается сама из-за наличия этого самого другого стержня. Отличная, отличная система. Значит, вот три этих самых кита, на которых построена структура тела позвоночного движения. Значит, это все будет некоторым образом модифицироваться. Значит, что выдумывают круглорукости на этом месте? Значит, возникает вопрос. Миногу кто-нибудь из вас ел? Да. Ну, пробуйте вспоминать. Да. Я ее покладываю пить. Что? Я ее покладываю пить. Ну, даже в... Нет, вот в данном случае даже лучше, вот более содержательной будет информация от тех, кто ее ел. Просто. Потому что все-таки, каким не есть, каким не есть грубым образом, мы все-таки ее анатомировали при этом. Что имеется у Миноги вот по сравнению с вот этой самой совсем уже архаичной схемой? А, ну, извините, да, кровеносные системы, извините, кровеносные системы, конечно, у нас имеется и тут, да, кровеносные системы, замкнутые, да, замкнутые кровеносные системы имеются. Кровеносные системы, ну да, кровеносные системы, но тут количество. До того, как у нас сейчас амфибии будут выходить на сушу, кровеносная система в общем и целом остается той, что была. Один круг. Какие же двойни, много людей. Ну о чем вы? Все очень далеко, опять же все очень далеко. Значит, хорошо, значит, у минов, вот наша эта самая хорда, да, вот эта самая хорда, которая, да, увеличивается существо с дорогой. В отличие от планцетника, который зарылся, этот самый груз на мелководье выставил наружу, рылся с этими самыми своими щупицами вокруг ротового отверстия и, в общем, так сказать, никуда особо не двигается, минов это существо, которое движется активно. Если мы движемся активно, нам нужны органы чувств и нам нужен какой-нибудь есть головной мозг. Для того, чтобы этот головной мозг содержать, да, для того, чтобы этот головной мозг создавать некоторую защиту, на вот этой самой хорде возникает что-то вроде как бы ложки, да. Вот представьте себе, ложку содержала черпаку, на этой ложке лежит нервная трубка и ее увеличивающийся, утяжеляющийся передний конец, он как раз помещается вот в этой самой ложке. Помните ли вы, что ваш череп состоит из двух совершенно разных по происхождению частей? Да, что это? Черепи, собственно. А черепи есть? Да, да, совершенно верно, совершенно верно. Черепи, не только нижние. Вот это обычная ошибка, которая говорит, ну да, вот сам череп и нижняя челюсть. Вот, вот нет, вот нет, нижняя челюсть плюс верхняя челюсть и нема, да, вот вся вот эта вот, вот вся эта штука, это одна половинка черепа, да. А вторая половинка, это мозговая коробка, да. Вот мозговая коробка и челюстной аппарат происходят из двух совершенно разных источников. Значит, вот мозговая коробка, это то, что сейчас возьмется из вот этой самой, вот этой самой хрящевой ложки, которой окружать мозг, эти самые миноги. Сверху он открытый, да, сверху ложка открытая, то есть на темечке, темечка еще, так сказать, совершенно открытая, ну у нас, собственно говоря, вы представляете, да, у нас до сих пор на темечке сохраняется родничок. Это то место, которое, да, это то место, которое, да, это то место, которое, да, представляет, который закрывается в последнюю очередь. В данном случае, как положено, эндогенез, индивидуальное развитие повторяется эндогенез, историческое развитие. То есть череп обрастает мозг снизу, да, снизу и, в конце концов, закрывается вот на теме, да. Итак, это возникает. Значит, что возникает дальше? Здесь уже, опять же, таким примитивным дыхательным аппаратом, как у ланцетника, не обойдешься. Ну и крохотное существо, раскрохотное, значит, соотношение объема поверхности у него очень хорошее, да. Собственно говоря, так сказать, для него все эти самые жабры, это очень передефинитивно, он через кожу может вполне дышать. Но у мелоги уже, так сказать, с этим не обойдешься. То есть у мелоги уже возникает, если мы сделаем опять поперечный разрез, да. У нее вот просвет кишечника, да, некий, в нем есть дырки, все как положено, да, и имеются дыхательные мешки. Вот как в следующий раз будете есть не ногу, попробуйте расковырять ей башку и окружающую, так сказать, окружающую часть. Значит, вот эти мешки, они находятся в глубине мышечной ткани. Если просто так, если их оставить просто так, то при сокращениях мышц у вас они просто будут постоянно спавшимся. Значит, то есть для того, чтобы их содержать в расправленном состоянии, нужна какая-то опорная структура. Опять вспоминайте, вспоминайте, говорит, не ногу, если ели когда-нибудь, где там хрустит. Вот да, вот тут как раз и хрустит, потому что для поддержания вот этой самой, для поддержания вот в расправленном состоянии вот этих самых жаберных структур у вас возникают жаберные дуги, хрящевые отростки, да, хрящевые отростки позвоночника, которые, вот у миног, они формируют такую очень хитрую тонкую решетку, да. Вот все это вместе, они создают систему жаберных дуг, которая нужна для того, чтобы вот эти самые мешки не спадались. Хорошо. А что, что происходит вот с самой хордой? Никто, так сказать, не представляет? А, начинается позвоночник. А? Позвоночник. Да, она начинает, начинается первая, начинается первая стадия превращения хорда в позвоночник. Да. В чем она, в чем она состоит? У вас остатки хорда не имеются? Нет. Почему? Имеются. Имеются. Что такое остатки хорда? Позвоночник. Там сложнее, ну ладно, хорошо. Там между позвонками. Да, между позвоночник. Вот межпозвоночник, он на самом деле, на самом деле, это часто пишут, что межпозвоночник, это остатки хорды, это некоторое упрощение. Там все несколько сложнее, но в принципе, в принципе, да. Да, да. Что межпозвоночный хрящ, скажем так, ближе к хорде, чем и все остальное. То есть у вас имеется, еще раз, что задача хорда сохранять, да, аккумулировать энергию. Поэтому, то есть лучше бы нам, конечно, обзавестись каким-нибудь, так сказать, более приличным, внутренним скелетом, да, чтобы прочность семью передавать структуре. Но мы не можем избрать прочность, отказавшись от гибкости. Гибкость для нас, так сказать, тоже крайне серьезная вещь. Поэтому, что делаем круглородки? Они начинают, у них поверх вот этого самого, поверх этого самого хрящевого стержня появляются кольца. хрящевые, да, хрящевые колечки, которые в промежуток поперечного сечения, это выглядит вот так, появляются колечки. Вот это зачатки будущих позвонков. Это то, что со временем превратится в позвонки. Да. Значит, далее. Вот, собственно, да. С кровеносной системой, как сказано, ничего особенно интересного на этом мире не происходит. Она просто увеличивается в размерах, нарастает сердечная ткань. Ну, принципиальных изменений на этом месте не возникает. Значит, а дальше, собственно говоря, да. Да. И что у нас с ртом? Что такое? Миног называют бесчелюстными. Почему? Нет челюстей. Челюстей? Нет. Нет челюстей. А что есть? Вот это вот присоска первая, да? Вот это, их называют бесчелюстные, круглородые, да? Вот есть эта круглая присоска. Что такое, чем формируется вот это круглое присоска? А? Мышцы. Нет. Ну, мышцы там тоже, конечно, участвуют в формировании всего этого дела. Но опорная структура, что это такое? Да. Ну, это правильно, а присасывается к рыбе и... Ну, это да. Да, правильно. Нет, всё там... Это наша минога, да, в которой специфический образ жизни, она её использует для того, чтобы присасываться к рыбе. Ну, знаешь, нынешняя минога с нынешней миксиной, это жалкие остатки от того многообразия, которое когда-то было. Большая часть, большая часть, конечно, была когда-то свободной, не связанной с каким-то таким псевдопаразитизмом. Но не говоря уж о том, что было время, когда никаких рыб не было присасываться, грубо говоря, было не о чем. Присоска из чего состоит? Структура. Структура, да? Из хряща. Из хряща, правильно, из хряща. Из хряща, всё согласен, согласен. Структурно из чего она состоит? А? Да. Неужели эти дуги? Дуги, совершенно... А почему неужели? Да, совершенно правильно. Первая дуга, просто-напросто первая дуга, да? Первая дуга утолщается, армируется и превращается в круговую структуру, которая позволяет массу всего делать. Значит, первое... Значит, опять же вспоминаем время. Мы с вами говорили чуть немножко о истории морских сообществ. Значит, это время, когда вокруг маленькие, те самые наши круглоротые, это почти как тот Винни-Пух, очень маленькое существо. Все вокруг могут их обидеть и обижают регулярно. Кто главные враги у них? Ну, это, соответственно, рак скорпиона, с одной стороны, и, с другой стороны, головоногие моллюски. Куда нам деваться от этих самых негодяев, с которыми, так сказать, вот пока противодействовать им никакого, так сказать, никакого оружия в нашем распоряжении нет. Значит, надо куда-то бежать. Куда вы бы советовали идти? Бежать. Можно, конечно, вернуться к тому же образу жизни, который ведет ланцетник, то есть закопаться в грунт. На этом месте мы утрачиваем большую часть органов чувств, мы утрачиваем сложную нервную систему. То есть, ну, так сказать, выжить можно эволюционно в некотором смысле, но все шансы на прогресс мы теряем, так сказать, на этом месте напрочь. Залезть куда-нибудь. А? Залезть куда-нибудь. Понятно, я, собственно, про это и говорю. Куда? Куда мы с вами? На сушу. На сушу. Вариант на сушу. Вариант на сушу интересный. Но на сушу, к сожалению, пока делать просто нечего. Там нечего есть для начала. То есть, некоторые там, опять, как мы теперь уже опять знаем, там некоторые водорослые пленки или что-то лишенькое подобное есть, но из этого дела как-то вот не очень. А мы бы сделали две панцы? Куда? Средний уровень воды. Ну, средний уровень воды. Ну, средний уровень воды. Ну, не понял, что значит средний. Ну, для геомологии, так сказать, что мы еще высоко, а для раков ведь... Для рака скорпионов. Понятно. Значит, тогда еще одна такая доводка. По не вполне понятным причинам у рака, у головонодних моллюсков, а это главное, у рака скорпионов станут... очень большие, не только в конце силура, когда уже, так сказать, рыба появится и ситуация станет немножко другой, почему-то очень плохо с осморегуляцией. Поэтому в распрясненных участках моря головоногие моллюски категорически не живут. Вот медицинский факт. Значит... В рейше. Да, поэтому в рейке нас не хватит, но хотя бы в распрясненные истуарии, в устье рек, вот в такие места, да? То есть в места, в районы моря, отравленные пресными водами, скажем так, да? Куда вот эти ребята на первых порах не заходят. Значит, и... То есть два варианта. На этом месте и дальше два варианта развития событий. Значит, можно переходить к пассивной защите. Можно пробовать обрастать панцирь. Да? Чешуя, превращаемая в костные пластинки, в крупные, которые могут сливаться вообще, так сказать, вот в действительное. Вот панцирь. И да, это вариант. Это вариант. Панцировые бесчелюстные. Группа, которая вполне... Вот в артовике, в силури. Группа, которая вполне, в общем, хорошо себя чувствует. А? А почему нельзя стать как осьминоги? Ну... Как в смысле? Ну, чтобы маскироваться под среду и иметь... Ну, маскироваться можно, но любые, еще раз, любые варианты пассивной защиты, как вот труп показывает, это тупик. Пассивная защита, она, конечно, помогает делу, но, в общем-то, так сказать, группы, перешедшие к пассивной защите, они, в общем-то, шансов на что-то приличное не имеют. Значит, поэтому группа, которая обросла панцирями, и панцирами бесчелюстные, да, они, так сказать, некоторое время существовали, но, так сказать, дальше, так сказать, вымерли без всякого интересного результата. Гораздо интереснее была группа, которая панцирь натрачен не стала, а начала экспериментировать с вот этой самой рисоски. Первая пара, вот эта первая пара жаберных дуг, да, этот обруч, чего они на этом месте придумали? Челюсти. Челюсти, да. А как челюсть? Как челюсть вообще устроена? Ну, нет, понятно, правильно, правильно, что как? Как нам перейти вот от этого самого... Еще раз, вот у нас в общем и целом обруч, да? Убрать верхнюю половину. Убрать верхнюю половину. И что? Убрать... Ну, убрать вообще, потому что просто. Вот потом делать что-то. Убирается все элементарно. Поэтому убирать что-нибудь надо вообще очень аккуратно. Лучше оставляйте в виде каких-нибудь рудиментов, значит, понадобится. Представьте себе обруч. Надо просто сломать. Где? Да? И сложить вдвое. Понятно, да? На этом месте из одной половинки обруча у вас получаете верхнюю челюсть, из другого нижнюю челюсть. Они пока еще не соединены с мозговой коробкой. Значит, обращаю ваше внимание на то, что у первого круга, да? У акулы челюстные отдельно, а мозговая коробка отдельно, да? То есть что единого черепа, вот в нашем понимании у акулы нету. Все это дело происходит на уровне вот как раз этих самых первых руд. То есть у группы бесчелюстных, которая делает ставку на... Вместо того, чтобы отрабатывать стратегию пассивной защиты, она отрабатывает активную защиту. Да? Превращает, ломает присоску, превращает ее в подвижную челюсть из двух половинок. И дальше нужно... То есть это хорошо, когда у нас есть вот капканчик, которым мы можем что-то захватывать. Это уже очень хорошо. А еще хорошо бы, конечно, нам этот капканчик как-нибудь армировать зубями. Что мы... Каким образом? Да? Чешуя. А? Чешуя. Чешуя, отлично. Отличное инженерное решение. Так оно было сделано. Все совершенно правильно. Что у нас есть такая штука, как чешуя. Да? Мы просто часть чешуи пересаживаем на челюсти. Да? Ну и после этого, естественно, мы с этой чешуей работаем и превращаем ее в... Там... Добавляем туда фосфата, добавляем кальция, добавляем того сего и получаем на выходе зубы. Да? Мы получаем челюсти с зубами. Да? И на этом месте, вообще-то говоря, мы получаем первых рыб. Да? А вот у рыб разговор с ракоскорпионами и головановыми моллюсками начинается уже совершенно другой. Потому что челюсть — это отличное оружие нападения и защиты. Корпус у нас не бронированный, поэтому не ограниченный в росте. Да? А вам опять-таки понятно, что если мы себя загнали в панцирь, то мы на этом месте не можем расти выше какого-то предела. Либо у нас это должно быть сопряжено с линьками. Да? Мы когда мы сбрасываем один панцирь, он как храб линяет, да? Что старый панцирь сбрасывается, потом надо новый панцирь отращивать. В момент линьки вы абсолютно беспомощны и, в общем-то, это создает кучу проблем. Не говоря уж о том, что все равно есть предел, выше которого из старой шкурки вылезти нельзя. Вот, по всей видимости, двухметровые позднесилурийские ракоскорпионы, они как раз и нам показывают такой предел физиологического размера тела, выше которого, сохраняя линьки, расти просто не получается. Таким образом, то есть головоногие расти могут, в принципе, не ограничено, у них такого ограничителя нет. Но зато головоногие, как мы уже говорили, не могут заходить в прибрежную часть океана, а у этих ребят есть ниша, в которой их тронуть никто не может, а откуда они могут совершать эскаператские набеги на окружающих зверушек. Значит, и в следующем демонском периоде, в следующем демонском периоде, рыбы дорастают, начинается с тренировки доростки и размеров, и разнообразия. Рыбы у нас демонстрируют прекрасную радиацию, появляются все их основные группы, дорастают до 7 метров динертисы, такие огромные панцирные рыбы, они не внецельные панцирии, естественно, как вот у этих самых панцирных бесчелюстных, а просто, скажем так, очень крупные чешуи в головной части тела, от радиры такие были, панцирные рыбы. Это 7 метров длины, это челюсть с ревущим краем соответствующих размеров, ну там голова этого самого динринца, самого крупного, такой там североамериканский, это такой ковш с коваром. На этом месте полностью исчезают ракоскорпионы, от них остаются их предки, их измельчавшие потоки, настоящие скорпиончики, которые уходят на сушу. Головоногие теряют полностью придоманные места питания и вынуждены уходить в толщу воды. То есть победа, вообще победа остается такая фундаментальная за рыбами. Что у нас на этом месте происходит с... Следующее, что у нас происходит, это появление рыб, которые готовы выйти на сушу. Речь идет, как вы догадываетесь, о бимах всеми популяризаторами науки, авторами опознавательных научных сериалов «Степерых рыб». Ну, история арктики «Степерых рыб» была по-своему замечательная. Кто не знает, рекомендую к прочтению книжку «Сталина четверонок». Написана она была в 60-е годы. Выдержала бог знает сколько изданий. Какой настоящий авантюрный роман, хороший. Значит, все началось с того, что смотрительница музея в маленьком южноафриканском городишке на рыбном рынке увидела чрезвычайно странную рыбу. Совершенно ей не знакомую. Ей не знакомую. Но она не поленилась ее купить. И как ни наесть, она ее приготовила. В суть, приготовила в смысле не зажарила, а более или менее зафиксировала. После этого зафиксировано было неудачно. От нее остались какие-то совсем уж рожки-доножки, которые она пыталась предъявлять всяким, как считалось, более серьезным ученым, секундный бред какой-то. Но этого же не может быть. Потому что не может быть никогда. То, что вы изображаете, похоже на кистеперую рыбу, но вы забыли, что кистеперую рыбу давным-давно вымерли. Пока не нашелся один их силовый энтузиаст, который, естественно, поискали порядок угля в окрестностях этого самого городишки, ничего не нашли. История, конечно, преследовала в научном сообществе, так как самим был в глазу, странная история вот этой самой рыбы. Но ничего внятного на этом месте предположить было нельзя. И вот, соответственно, ифтеолог Смит потратил 14 лет на поиски и в итоге нашел. Рыба, как и коров, латимерия, названная в честь этой самой миссии латимер, она оказалась глубоколодным существом, которое живет в Мазальбитском проливе около Коморских островов, маленькая изолированная популяция. Мы сейчас, когда начали уже очень серьезно за них взялись, конечно, обнаружено, так сказать, еще некоторое количество локальных малочисленных популяций. А то место, где ее впервые поймали вот тогда вот на берегов Южной Африки, это уже какой-то совсем случайный заплыв этой самой рыбехи. Рыба была чрезвычайная. Самое интересное, что когда она попала наконец в уроки ученых, и ее как следует по-настоящему проанатомировали, оказалось, что к нашим знаниям по структуре, по анатомии кистеперых рыб, это добавило очень мало. Оказалось, что палеонтологи на основании ископаемых материалов в их строении разобрались очень хорошо. То есть фактически она только подтвердила то, что было уже и так известно. Тем более, что нынешний целокант, целокантида, целокантидная ветвь, она, в общем, не имеет никакого отношения, но она представляет собой очень дальней природственных вот тех дионских кистеперых, которые нам по-настоящему интересны, которые являются нашими с вами предками. И образ жизни там совсем не тот. Конечно, это никакие буководные существа были, как сейчас. Итак, кистеперых рыб отличает вот эта самая несистая конечность, то есть плавник с несистой конечностью. Поэтому подозревали в кистеперых рыбах предков наземных тропот очень давно, собственно говоря, с самого начала, когда эти существа были открыты. И кроме того, был другой претендент, другая группа рыб, которую тоже полагали, что это может быть наш дальний предок, это двойкодышащий рыб. Возможно, кто-то из вас помнит, кто-то в сомпарке, там африканские протоптеры, там австралийские рогозубы, существа, которые действительно умеют переползать из одного водоема в другой. По нынешней уровне более-менее понятно, что вот эти первые кистеперы, которые были в дегоне, собственно говоря, никакими наземными существами, строго говоря, и не являлись. Я думаю, что вы до сих пор можете наткнуться во всяких научно-популярных книжках, картинки, как первая, самая древняя и самая архаичная амфибия Эхтиастега, как она на поддевающихся ногах ползет по берегу, пробиваясь сквозь заросли этих самых ринеофитов, ползет по берегу, еще там в погоне за какой-нибудь там многоножкой гигантской, которых нет в это время на самом деле. Вот. Сейчас понятно, что ничего такого не было, в принципе, что все эти существа, вот первые амфибии, Эхтиастега, Антостега, там наш тумерпе там, они были существами, чисто водными. У них есть все особенности, у этих первых амфибий, есть все особенности анатомии водных существа. У них сохраняются органы боковой линии. Это же такая ровная боковая линия, вы представляете себе, да, система каналов, которая позволяет улавливать, да, колебания в воде, да, и что говорит о присутствии добычи или хищника где-то, так сказать, вот вдали, где вы его еще не видите. Такая штука работает только в плотной среде. Вот в воздухе это бесполезно и вечно. Хоть только в воде работает. У них у всех есть органы боковой линии, у них есть жаберный аппарат в каком-то виде, у них у всех есть хвостовой плавник, да, то есть нет никаких сомнений, что происхождение вот этой пятипалой конечности и выход на сушу это просто какие-то разные вещи. Вот эта пятипалая конечность отдельная, она просто создавалась для других целей. Вот сейчас это бывает вообще. Живут по всем условиям, в которых они захораниваются, эти первые кистеперы, в мелких пересыхающих водоемчиках, и поэтому главная опасность для них какая? Пересыхающих. Просто высох. Да. То есть на самом деле, водоем очень богатый, то есть место очень хорошее, но очень рисковатое, да, можно высохнуть. Поэтому какая задача? Задача сделать так, чтобы в случае чего можно было из совсем пересохшего водоема переползти в какой-то, который еще не вполне пересох. А так, это густо заросшие растительностью, набитые всякими, набитые всякой растительностью, микрофитами лужи, грубо говоря, через которые надо пробираться. И вот, судя по всему, вот эта вот самая конечность возникает для того, чтобы можно было раздвигать эту самую растительность, а попутно, когда у нас вот наступает совсем, вот час икс, вот тогда можно ее использовать для того, чтобы минимально ползти по суше. А потом, чтобы там гоняться по суше за какими-то там, точнее, истонами, и прочими, про это вообще-таки там никакой речи не нет. Вот, а питались, да, ну поскольку там есть просто, это опять-таки прямые уже вещи, свежимое желудок сейчас известных существ, питались они рыбой. Вот, да, то есть это нормальный компонент водной экосистемы на суше появляется в случае таких-то пожарных обстоятельств. Да и, а что делать на этой суше в это время? Там еще просто никого нет вообще-то. Ситуация радикально меняется в... Ситуация радикально меняется в следующем, в каменноугольном периоде, когда появляются насекомые. Да? И вот на этом месте на суше отстраивается нормальное... Ну, нормальное, что-то похожее на леса формируется уже в конце Дилонского периода, в начале раннего кармона появляются насекомые. Появляются насекомые, увеличив, ну, попутно идёт бум всяких других наземных чилистоногих, многоножки хелицеровые. То есть это уже ресурс, за которые стоит побороться. И часть вот этих самых архаичных амфибий начинает пытаться выходить на сушу. По-настоящему. То есть на этом месте появляются настоящие водные амфибии, настоящие воздушные амфибии, которые не обязательно водные. И дальше у вас возникает проблема. Вот проблема, которая касается амфибии. Так никогда и не добились сколь-никудь заметного эволюционного успеха. Это вот медицинский факт. Они всегда были группой. То есть даже в тот краткий период, когда у них не было практически никаких конкурентов, они живут только в пределах тропического пояса, они никуда не отрываются от воды. Есть какие-то у них встроенные дефекты в конструкции. Да? Точно есть какие-то встроенные дефекты в конструкции, которые... Кожа. Да, а что кожа? Она была очень мягкой и вода быстро испаряла. Вода быстро испаряла. Совершенно верно, да. Совершенно верно. Ведь это такая неприятность, есть такая неприятность, что они должны сохранять кожу влажной для того, чтобы дышать. Да? Они должны дышать. А почему они должны... Да? А лёгкие были... Ну, слабые лёгкие. А почему плохие лёгкие? А потому что они должны были воздух заглатывать. Да. Не было лёгких. Да. Совершенно верно. Вы совершенно правильно восстанавливаете причинно-следственную цепочку событий. Да? Что у амфибий, мы знаем, да, нет рёбер, нет нормальной грудной полости, да, нет рёбер, нет диафрагмы, нет нормальной грудной клетки. Да? Нет нормальной грудной клетки, нагнетать воздух, нагнетать воздух в лёгкие, можно только одним способом. При помощи так называемого гулярного дыхания. Вот мешок под горлом у лягушки. Представляете себе, да? Зачем нужно? Вы набираете, да? Воздух. Вы набираете воздух в ротовую полость, И дальше приподнимаете, дальше приподнимаете этот мешок. И вы нагнетаете воздух, да? Вы фактически глотаете воздух, запихивая его внутрь люк. Легко догадаться, что таким способом можно запихнуть в лёгкий объём, который не превышает объёма ротовой полости с мешком. А это крохи, конечно, да? Да и то. Он там ещё и будет заставиваться. Его надо протаскивать по второму разу через лёгкие. То есть это огромная куча всяких неприятностей. На этом же месте вы получаете крайне невыигрышную, да? Инженерно крайне невыигрышную структуру черепа. Плоский, широкий череп, да? Ну, как череп лягушки себе представляется. На этом месте некуда спрятать жевательную, некуда здесь жевательную мускулатуру. Вы жевательные мышцы вынуждены подводить к самой концевой части челюсти, да? Что из этого следует? Вы фактически на этом месте, вот, подходя к двери, вы начинаете её открывать не в районе ручки, да? А в районе петель налегаете, да? Очень, очень плохой рычаг. Для того, чтобы у вас хоть как-то это работало, вам приходится плохой рычаг возвращать, как обычно. Если у вас, так сказать, вот плохая структура, ну, можно, так сказать, можно наращивать, можно наращивать количество. Да, плохо работающий рычаг, и тогда жевательную мускулатуру надо просто делать очень большой. Ну, так и делают. Так и делают. В итоге жевательная мускулатура у вас занимает весь этот замечательный ожуженный лягушачий череп. Место под мозговую коробку не остаётся вообще, поэтому, хотя амфибия – это существо принципиально безмозгное, да? Все сложные формы поведения для него закрыты. Следующая неприятность, ещё более серьёзная, да? Всё это опять происходит из этого самого, из того, что нельзя наладить нормальное дыхание. Кожа мокрая, да? Понятно, на этом месте мы навсегда привязаны к воде. Это понятно. Но это ещё полбеды. Дальше. Ну, микробы, так сказать, это всё полбеды, это всё преодоление. Главная неприятность состоит… Вот здесь уже нам приходится вернуться к кровеносной системе. Да? Кровеносная система рыб, она по-своему очень совершенна. Да? Один круг кровообращения, одно предсердие, один желудочек, соответственно, сердце, двухкамерное сердце, да? В одной половинке круга, который ведёт от жабы по всему остальному, кровь нозная, дальше, так сказать, кровь артериальная, всё как и всё просто, да? Всё просто, идеально. Вот… Вот… Наган, трёхлинейка, астамат Калашникова. Работает. Это работает. Вот… Мы видим по рыбам, что система проста, вот так сказать, проста до неупрощаемости и работает при этом. Вот когда у нас начинается игра с выходом на сушу, как вы помните, на этом месте возникает проблема двух кругов кровообращения. Да? В чём… Что такое два круга кровообращения? Смежный круг. А? Смежный круг. Да. Что? Ну… Круги большой и малый круг кровообращения. Ну, большой круг – это через… Смежный круг, да? Смежный круг, да? Да. Совершенно верно. Совершенно верно. Малый круг. Малый круг к дыхателю, да? К тому, что обеспечивает дыхание. Большой круг – это по всем остальным органам. Да? У нас с вами, опять-таки, видя финальные результаты, мы видим, что всё-таки всё отлично работает, да? В одной половинке кровеносной системы кровь венозная, в другой – артериальная, да? Всё в порядке. Для этого мы делаем четырёхкамерное уже сердце, да? Делим желудочей, да? Делим желудочей перегородкой. Эта вещь обязательная. Причём четырёхкамерное сердце у рептилий, у птиц и у млекопитающих, да? Ну, у птиц и у крокодилов это одинаковым образом. Оно делается по-разному, да? Оно делается разными способами. Но, тем не менее, четырёхкамерное сердце – так что обязательная вещь. И перегородка, перегородка в желудочке должна быть. У амфибий ничего этого быть не может в принципе. Почему? У рептилий формально тоже три камеры. Формально три камеры, ну, они делают неполную перегородку. Кожное дыхание. Да. Потому что у амфибии сохраняется кожное дыхание. Раз сохраняется кожное дыхание, то значительную часть кислорода вы тащите не от лёгких, а от кожи. А кожа у вас, кожа у вас в большом круге. Всё. Привет. На этом месте разделить круги кровообращения нормально вы не можете. Часть кислорода у вас идёт в малый круг, часть в большой. Дальше, соответственно, эту кровь как раз надо активно перемешивать. Всё. Кровь надо активно перемешивать. На этом месте забудьте о нормальной энергетике, забудьте о любых вариантах теплокровности и обо всём прочем. То есть с того момента, как у вас смешана кровь, никакой приличной энергетической базы в организме быть не может. Всё. Это и в качестве финальной вишенки на торте не забудем, что мокрая кожа, да, мокрая кожа, значит, того, что закрыты любые варианты теплокровности. Кожа мокрая. Если вы повышаете температуру тела, что происходит на этом месте? Испаряется. Испаряется и начинается активный теплосъём с поверхности. Как только вы чуть-чуть разогреваетесь, вы автоматом на этом месте остываете. Всё. Привет. Круг замкнулся. Значит, как бороться с этим делом, опять-таки понятно, что нужно налаживать нормальное дыхание. Налаживать нормальное дыхание нужно таким способом проверить. Надо делать ребра, надо делать замкнутую грудную клетку, надо отращивать диафрагму, да, создавать замкнутый мешок, варьируя размеры которого, мы заставляем легкие автоматами расправляться, да. Легкие превращаются в мех. Всё. Привет. И на этом месте у нас вся эта последовательность замечательным образом раскручивается в обратном направлении. Мы убираем, наконец, этот дурацкий мешок под челюстью. Больше всё, слава богу, больше не нужно. На этом месте мы вырабатываем нормальный череп. Нормальный череп – это высокий и узкий. На этом месте мы подводим мускулатуру туда, куда надо, а не туда, где вот остался пятачок места, да. На этом месте, соответственно, на этом месте мускулатура, объём этой мускулатуры мы можем резко сократить. Объём мускулатуры можем с одной стороны резко сократить, либо, если нам нужно, да, либо, если нам нужен, наоборот, очень, так сказать, жёсткий хват, мы, так сказать, объём сохраняем и получаем на этом месте гораздо более совершенную челюсть. В любом случае, с рукой челюсти совершенно другая. Место под мозговую коробку у нас освобождается, мозги растут, мозги растут. Дальше, так сказать, это понятно, что это, опять-таки, абсолютное добро у нас. Дальше, соответственно, возникает следующая задача. На этом месте мы уже нормально вышли из воды посерьёзно. И вот дальше возникает самое любопытное. Дальше возникает вопрос, как нам распорядиться с вот этим доставшимся от амфибии наследством, мягкой железистой кожей. И, значит, что с ней нужно сделать? Аркадемция. А? Аркадемция. Есть, да, вариант. И дальше на этом месте два варианта развития. Каждый со своими плюсами. Каждый со своими плюсами, каждый со своими минусами. Да? То есть, некоторые инженерные решения на этом месте совершенно очевидны. Да? То есть, то, о чём мы сейчас говорили, это инженерное решение очевидное. Другое инженерное решение, которое, опять-таки, очевидно, это, как с икринкой находиться. Да? Ну, до этого мы размножаемся икрой. Лягушки, рыбы — это икра в водоёме. Да? Здесь, опять-таки, что делать, опять-таки, понятно. Надо создавать оболочку вокруг икринки. Да? И создавать маленький водоёмчик, в котором она плавает. Этот водоёмчик называется яйцо. Да? Понятно, что яйцо — это индивидуальный водоём на одного зародыша. Да? На один желток. Вот это что. Эти решения-то, вполне очевидны. Они могут в разной форме реализовываться. Но само решение-то понятно. А вот с кожей мы очень понимаем. С кожей тут есть плюсы, есть минусы. Значит, один вариант, вы сразу сказали, что сделать изолировать кожу. Да? Кожа изолируется. Да, можно. Да, можно. Можно полностью отказаться от всей этой системы желёз. Да? И вместо этого сделать чешую. Да? Сделать водонепроницаемую чешую. На этом месте мы, слава Богу, становимся вообще практически независимыми от источников воды. Ну, сколько-то нам нужно, да и то не факт. Он пустынные ящерицы. У нас, как мы знаем, отлично живут не только пустынные ящерицы, но даже мы знаем, что и маленькие пустынные млекопитающие отлично живут без воды вообще. Да? Ну, из пищи, из пищи, воды достаточно, в принципе. Да? Ну и кроме того, так сказать, мы можем, так сказать, на ножи вырабатывать метаболическую воду. То есть, в принципе, мы резко ограничиваем потребности в воде, а если, так сказать, такая задача перед нами встанет вдруг, то мы можем вообще от нее отказаться. Да? Хорошо. Чем мы за это платим? Значит, чем мы за это платим? Значит, платим мы за это вроде интересными вещами. Здесь возвращаемся к, здесь нам придется вернуться к еще одной системе органов, которая вот так пока, она нас не очень интересовала, а это выделительная система. Откуда вообще берется, значит, какие задачи выделительной системы? Очищение крови. Очищение крови. Отходы жизнедеятельности. Ну, это, так сказать, это как-то так... Отходы жизнедеятельности. Отходы жизнедеятельности. Да. Но отходы жизнедеятельности бывают разные. Вот некоторое количество отходов жизнедеятельности у вас появляется в концевых частях пищеварительных системы. Это имеет значение в выделении? Никакого. Отхода выделения от клеточных клеток. Это все некоторые общие вещи. Есть достаточно токсичные вещи. Есть некоторые вещи, которые весьма токсичны. И надо с ними сказать. Что это? О чем речь? Конечные продукты азотистого обмена. Азотный обмен. То, что вы делаете в организме с аминокислотными и прочим добром. Количественным звеном в этих реакциях является... Что у нас? Аминок. В принципе, да. В принципе, аминок, но он не в форме аминока у нас. А у нас что там? Карбамид, вечерина. Тот же самый аминок, но в немножко другую форму переведен. Мочевина. Вещество очень токсичное. Что мы на этом месте с ним делаем? Сухое. А? Разбавляем водой. Да, совершенно верно. Мы его разбавляем в воде, мы его разбавляем в воде и это дело сбрасываем наружу. Здесь надо помнить, да, надо помнить о... Это одна функция. Значит, это одна функция почек, ну, которую, так сказать, мы помним в делительной системе. А есть еще одна функция почек. Вот о чем-то человек опухать при некой, так сказать, неприятности. И это о чем говорит? О чем-то водянка. Да. Ну, понятно, что это не совсем вода, да? Неприятности с водно-солевым обменем, да? Значит, вот если мы вспоминаем, откуда вообще функционально берутся системы органов. Вот вспоминаем одноклеточную, там, инфузорную тапочку, да? Вот у нее в делительной системе это что? У водо-солевых. Какая? Которая из? Большой. Такой и нет. Такой-нибудь нет. Которой? Вот это вот, 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 вот кто-то ляпнул, как водится. Пищеварительная выполь – это аналог пищеварительной системы, которая сбрасывает непереваренные продукты во внешнюю среду, которые – это функциональный аналог дефекации. Значит, что это не в делу. А что выделить этой системой? Сократительную в делу, совершенно правильно. Задача сократительной в уколе главная в чем состоит? Выкидывать лишнюю воду, что у вас концентрация соли, сахара и прочих растворенных веществ внутри клетки инфузории выше, чем на окружающей среде. Поэтому вода у вас всегда на раме внутрь. Если вы не будете ее откачивать через некоторое время, вы надуетесь, как шарик, сделаете, как «поп». Поэтому для того, чтобы этого не случилось, вы должны постоянно работать и воду эту откачивать наружу. То есть у вас через организм постоянно течет ток воды. Но нету куда без добра. Раз у вас через организм постоянно течет вот такой ток, то в силу к этой самой токсичной грязи, которая получается в результате азотистого обмена, можно просто спокойно в этом добре растворять и выкидывать. Раз уж все равно жизнь пропадает по этой части, и нам все равно приходится кучу энергии тратить на вот эти водно-солевые штуки, то на этом месте мы можем, так сказать, просто совершенно не париться с этим. Растворять и выкидывать, растворять и выкидывать. Так и работают, да? Так и работают выделительные системы аналогов, то есть рыб и амфибий, да? Где почка занимается в основном регуляцией водно-солевого обмена, водой у нас немерено, все равно, так сказать, мы от воды все равно оторваться не можем, а раз мы от воды все равно оторваться не можем, надо получить какие-то от этого дела плюсы. Плюсы у нас те, что можно не совершенствовать выделительную систему. И просто, так сказать, в этом потоке жидкости растворять продукты. Если же мы занимались экономией воды, то на этом месте у нас уже такой непобалывающийся. Вместо почек выделения у нас возникают почки сбережения. Здесь мы уже экономим каждую каплю воды. У нас на этом месте возникают там все циклы там с возвратной мочой, так сказать. Чего только у нас, чего только у нас не возникает. Все ради того, чтобы экономия воду, да? Надо сбрасывать в окружающую среду продукты азотистого амена в максимально концентрированном виде. С мочевиной мы бы умерли на этом месте. Поэтому надо мочевину переводить в другое вещество. Во что? Кто помнит? С аммиака. Нет, с аммиака все начинается. То есть конечное, вот первое в каскане вещество – это аммиак, которое надо во что-то дальше превращать. Вот можно, так сказать, практически ничего не делать, превращать его в мочевину. Это очень легко, но мочевина токсична. Поэтому приходится делать более, менее токсичные и более сложные вещества. Мочевая кислота, да? Мочевая кислота – это, прошу прощения за нескромный вопрос, голуби или прочие птички на вас когда-нибудь какали? Да, вот бывает. Вот эта вот плюха из белых кристалликов, вот таких штук, вот это есть мочевая кислота – это на вас не покакали. Это на вас подписали, строго говоря. Вообще-то, вот конечный продукт азотистого обмена, да, конечный продукт азотного обмена птичек выглядит вот так. Мочевая кислота – это кристаллы, да, которые, ну, их немножко, ну, сколько-то воды приходится на это дело тратить. И, кстати, вот другая группа, другая группа животных, которая тоже пошла по принципиальному пути экономии воды и у которой тоже нет другого пути, вот тут на этом месте нет другого варианта, кроме как к мочевой кислоте приводить. То есть у кого мочевая кислота еще конечный продукт обмена, может кто-нибудь вспомнит? Насекомые. Насекомые. У насекомых конечный продукт обмена тоже мочевая кислота, да. И выделительная система насекомых – это мальпидиевы сосуды, да, мальпидиевы сосуды, которые собирают, которые собирают все это добро из организма, да, трубочки, да, а просвет, и выкидывают их в просвет кишки, да. То есть у них на выходе просто совмещенные системы. Приходится радикально перестраивать выделительную систему, что очень сложно, очень энергетически дорого. И, значит, еще один момент, вот эта кожа голая, голая чешуйчатая кожа делает практически, делает практически, очень затрудняет любые варианты терморегуляции. Вы понимаете, да, что кусок жести, а вот домик, который сделан из картона и жести, как мы видим, все эти фавелы в тропических странах, он днем раскаляется, ночью мгновенно остывает, и вся вот эта голая поверхность, она очень плохо держит тепло, что туда, что обратно. Значит, такие минусы. Значит, у другой, в другой линии мы не будем отказываться, мы не будем делать вот эту начисто изолированную чешуле кожу. И мы попробуем что-нибудь сообразить с, попробуем что-нибудь как-нибудь распорядиться вот этим нашим наследством в виде железистой кожи. И железо это можно превращать, да, за это дело мы платим тем, что зависимость от воды у нас сохраняется. Ну, мы, конечно, с этим боремся, мы, так сказать, вот несколько можем уменьшать потери, но целиком, в общем и целом, мы гораздо более зависимы от воды, чем представители вот этой самой чешуйчатой линии. Зато, зато, да, но опять-таки, на том, что мы все равно зависимы от воды, все равно вот у нас водный ток через тело сохраняется, на этом месте мы можем гораздо менее радикально перестраивать нашу выделительную систему. То есть мы никуда не уходим от мочевины как конечного продукта, почки у нас на порядок проще устроены, чем у тех, это уже хорошо. Но самое главное, что вот эта кожа с железами, железо можно модифицировать во что-то. Еще раз, вот отказаться от чего-нибудь и убрать это, так сказать, это просто. А вот возрождать поток довольно сложно. Железы можно превратить в самые разные вещи. Можно превратить их, чтобы они выделяли какие-нибудь экзотические вещества. Ну, например, чтобы они выделяли, вот чтобы пот они выделяли, это понятно, но пот можно... Дальше потовые железы можно во что-нибудь другое. Если туда добавить жиров, вот выделяемый пот, мы что получим на выходе? Млечные железы. Млечные железы, да, мы получим млечные железы. Если мы будем выделять не, грубо говоря, воду, соляринскую, там некоторые дольки аммиакарда и все прочее, а будем выделять теперь кератин, мы что получим? Волос мы получим на выходе, да? Волосевые железы, да. Этцетера. Значит, с сальными железы. Итак, вот при такой структуре покровов, это у нас просто-таки располагает к тому, чтобы заняться всякими вариантами терморегуляции, да? То есть при помощи, сочетая теплоизолирующие свойства с теплоснимающими, да, то есть волосяной покров у нас обеспечивает термоизоляцию, а потовые железы у нас обеспечивают теплосъемку, да? То есть испарение пота у нас отнимает большое количество энергии и температуры, да, падает, нет. Как уже сказано, так сказать, молочные железы, с которыми можно играть, так сказать, в скармливание детеныша. В скармливание детеныша это означает, прежде всего, что мы можем миниатюризировать размер этого самого детеныша. Опять это хорошо. То есть открывается куча всяких возможностей. Если мы посмотрим, то есть в обоих, вот здесь в обоих вариантах есть свои плюсы, свои минусы, да? И вот эти вот две линии, которые обозначаются именно на расхождении на уровне рептилий. Значит, одна линия это, значит, чешуечные. Завроморфы, да? Завроморфы, да? Классические рептилии. А вторая линия это та, которая, как теперь понятно, привела к зверозубым, так называемым зверозубым ящерам, да, и кончается млекопитающим, да? Тараморфы, ты ли он зверь, тараморфы, рептилии, тараморфы, да? Тараморфы, соответственно, вершины эволюции завроморфов, вершины эволюции вот этой чешуечной ветви, это у нас кто? Птицы, да, динозавры и птицы, да? Вот, вот решили динозавры, птички, да? Ну, птички, на самом деле, это высоко специализированная и продвинутая группа динозавров, если по-хорошему говорится, да? Вот. А здесь, соответственно, одна из линий вот этой тараморфы, это, собственно говоря, настоящие млекопитающие, да? Вот. Теперь понятно, что всякие прочие, то есть когда-то зверозубых, так называемых зверозубых ящеров, там, типа, странцели, которые там в учебниках часто рисовали, что, ну, такой, вроде как, динозавр, вставший на четыре кости, и вот у него только что, так сказать, вот большие книги торчат, вроде как, там, у соблезубого тигра. Значит, теперь понятно, что зверозубые, как называемые, зверозубые рептилии, это были существами гораздо более звероподобными, чем ящероподобными. То есть у них по всей, вот, нет никаких сомнений, что кожа у них была не чешуйчатая, а мягкая и, по всей видимости, покрытая каким-то подобием шерсти, что, вообще-то говоря, это были очень, ну, очень головастые, вообще-то, существа. То есть вот коэффициент цифализации, отношение мозга к объему тела, у них был очень высок. По всей видимости, по уровню отмена веществ, они приближались к, там, современному, к коносу лихидии, то есть это выше, чем у классических рептилий. По-видимому, у них уже начиналось, вот, как мы судим о том, что у них были, были некоторые элементы волосяного покрова. Вот волосяной покров с чего начинается? С, мы говорим, что можно превращать, можно превращать некоторые железы в, там, модифицировать. Вот эти самые железы, которые начинают вырабатывать кератин и вырабатывают волос. Для чего это, как вы полагаете, изначально было нужно? Не для теплоизоляции, на самом деле, нет. Для защиты. Ну, для защиты. Для защиты нужно хоть чешую вырастить, панцирь вообще. Нет, тактильные вещи. Вибрисы, да, вибрисы, которые ваши кошки дают. Вот, то есть начиналось это очевидным образом вот именно с этого, с крупных, с крупных всех этих штуковин, которые именно для ночных зверушек, если мы играем в тепло, то нам надо осваивать как раз всякие ночные, ночной образ жизни. Вот для них как раз ключевая вещь, да? Еще один очень серьезный осознательный момент. А дальше, так сказать, нам можно уже просто эти вибрисы уменьшать в размере и чтобы они у нас расползались по всему телу и становились теплоизолирующим покровом, да? То есть в концу Париазоя, к пермскому периоду, как раз тераморфы вырвались вперед и казалось, казалось бы уже, что вот-вот сейчас произойдут настоящие негопидающие. Ну, нет. Дальше вырываются, дальше вырываются на оперативный простор динозавры. Динозавры изобретают замечательную модель, да? Инженерную модель, это двуногий хищник, да? Хищников другого типа на протяжении мезозоя просто не будет. То есть они побеждают волкомоции и начинается мезозойский зигзаг, так называемый. Вот на протяжении всего мезозоя тераморфная линия будет прозевать во всяких маргиналов, в качестве маргиналов, там, мелочи в сообществе, там, размером с крысу. А весь крупный размерный класс будет захвачен динозаврами, как представители вот этой самой тераморфной ветки. Ну, а потом, соответственно, в конце мезозоя наши с вами ребята возьмут реванш за все это дело. Ну, поэтому, собственно говоря, вся почти двухсотмиллионолетняя история настоящих наземных тетрапот, это, собственно говоря, история борьбы этих двух эволюционных ветвей, в которой никто, собственно говоря, никто никого окончательно победить не может. Вот на каждой стадии кажется, что уже вроде как уже совсем в маргинал загнали соперника. Ну, вот на этом я кончаю на дозволенной речи. Спасибо.